Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас уже 25 июля 2024 год. Время 10 часов. Начало 11.35 градусов в тени. В общем, прокачал все разнотравия практически на пасеке. В общем, осталось только разнотравия, два корпуса, двух семьях. Буду отбирать. Здесь на осушке стоит заброс четвертыми корпусами. А так уже все семьи на три корпуса я спустил. За столько месяцев товарного взятка, грубо говоря, три месяца прошло товарного взятка. Пчелы поднесли немало меда. Вот, я это сам. Ну и подвезносились, конечно же. Там был период безрасплодный у меня пока. Молодые матки облетывались. Пока начали сеять. То есть был перерыв там в расплоде, безрасплодный период. Потом гнезда были подлиты. Пока потихоньку их освобождали. Молодые матки рассеивались. В общем, все, все именно уже отработано годами. Технология. Там все по плану, короче, идет. Сейчас уже я работаю именно уже под четко спланированной уже технологии. Все по плану. Зимовка, весеннее развитие, наращивание райовых суперпчел. Дальше берем ранние взятки и погнали. С конца апреля, короче, и ставим магазин и пошел товарный медосбор. И он до конца лета будет у меня продолжаться. Еще вон пчелы нападают. Что я, кстати, заметил у бакфаста. У пчел бакфаста они осу 100% уже. Сейчас они злые будут, агрессивные. Чем показать. Кого они там уж труют. Ну, осу, скорее всего. В общем, осы. Осы пытаются лезть. Они их забивают. В общем, бакфаст. Карника вот просто у меня отгоняла их и все. А бакфаст именно вот так делает. Просто их прям забивает, короче. Вот так берет в клуб, душит их и забивает. Не знаю, может это у меня такой бакфаст. Короче, он душит их, забивает. Вот так в клубок берет, видите. В общем, враг не пройдет, короче. Вот. И бакфаст, я заметил, более агрессивно относятся к моле. Прям тоже забивает ее, нападает на моле и прям убивает ее. А карника к моле как-то нейтрально относится. Поэтому у карники часто моль заводится прям в ульях. Заводится часто моль. А бакфаст в этом плане, ну вот тот, что у меня есть, да, вот такой вот серый бакфаст. Он прям в этом плане очень агрессивный к моле, там, ну, к любым вообще вторжениям в ульях, короче. К муравьям, к моле, там, к любой этой карника, она какая-то более толерантная, короче. Нейтральная относится. Вот они, видите, клубок взяли, там, забивают. И так же самое при попытке воровства. Они такие прям, ну, к воровкам, в общем, жестко относятся, зажаливают их сразу. Прям это, ну, то есть, украсть что-то у бакфаста, можно сказать, нереально практически. Ну, осы при попытке воровать очень большую цену за это платят, платят жизнью, короче, расплачиваются. Вот сейчас жара уже началась, и эти уже пчелы в основном лед ослаб, и уже в основном несут пыльцу. Ну, такой вот заток он и будет до конца лета, пока жара не спадет, короче. Ну, сейчас клубок покатится, покатится, катится, катится. Вот, что-то там есть внутри, скорее всего, оса. Я уже так видел, не раз они вот ос именно забивают осу при попытке залезть в улей. В общем, приходится ей заплатить жизнью за эту попытку в бакфаста. Не украдешь, короче, у него. Он пчелы несут пыльцу разных цветов. Ну, в общем, немножко есть уже, ну, есть конкретные итоги уже по взятку с разнотравья. То есть я уже, можно сказать, скачал, вот там осталось вот эти семьи сейчас отобрать. В общем, осталось нам отобрать вот эти семьи. Показать сейчас покажу. Ну, короче, это разнотравья именно, залитые разнотравья, летние разнотравья. И внизу уже там сапора заливается. Ну, и пчелки подпросили, уже как бы надо сокращать, потому что они, в принципе, уже на три корпуса. Ну, нормально. Уже прям стопроцентно не буду ждать печатку, буду отбирать, потому что уже все. А, внизу там сапора японская залита уже. Ну, сейчас попробуем показать. Дымарь не запалил обычно при отборе меда у бакфаста. Дымарь не требуется, это уже когда внизу туда лезу вниз. Ну, дымарь нужен там немножко, чтобы пчел согнать, решетку назад поставить. Ну, такое. А так, в принципе, и дымарь-то и не требуется с бакфастом. Ну, давайте я сейчас немножко так вот отставлю и покажу, что там сапора есть, там залито, не залито. Не, ну, я-то видел, что нормально, короче. Сапоры уже по магазину. Ну, предварительные итоги по сапоре, по магазину уже есть. Еще впереди. Ну, что там? Ну, короче. Около месяца еще будет взяток. Что-то поднесут, еще сапорки, там что-то колючками подольют туда-сюда. Потом он вместе скачается. Вот эти два корпуса, короче, я буду скачивать потом вместе. То есть в кучу. Это будет такая сапора с колючками. Потому что сейчас, в принципе, цветет основное это сапора, японская и колючки. По степи синеголовник, перекатипуля. Перекатипуля в основном отцвел уже. Отцвело. Сейчас в основном синеголовник и сапора. Но взяток, я говорю, только по утрам и вечерам. И с днем, вот практически пчелы практически не летают. Летают, только пыльцу носят и все. Воду у меня не носят пчелы особо, поэтому такого лета активного нет. В этих ульях, не знаю, кто-то верит, не верит. Но не требуется пчелам вода. Если бы поработали, как бы, ну, столько лет, сколько я с ними работаю, вы бы тоже поняли, что вода им не требуется. То есть в таком улье, в таком типе улье не требуется им вода для охлаждения. Тут нормально все с охлаждением. В общем, у них по природе, короче, дупла, все нормально у них с охлаждением. Так, давайте посмотрим ниже. Ну, вот я снял магазинчик с разнотравием. Вот это все. Это два крайних уже магазина с разнотравием. Все. То есть уже разнотравья будет скачано. И уже дальше только сафора японская и колючки на пасеке остается мед, который мы будем скачивать где-то примерно, я планирую, около 20 августа начать откачку. То есть так, чтобы закончить уже с ним. Ну, я думаю, просто в этом году раньше сафора зацвела. Эти колючки раньше зацвели. Поэтому, я думаю, они раньше отцветут. Поэтому можно немножко раньше, если я там под конец августа обычно качался. В этом году можно где-то числа 20 августа скачать, сформировать пчелкам это и начинать обработки. От клеща, потому что... Ну, как бы я не сказал, что тут массово есть какая-то бескрылка. Нет, но иногда, в семьях иногда, редко-редко встречаю бескрылку. То есть клещ есть. Я говорю, его нет тут прям, чтобы масса была бескрылки. Но редко-редко-редко, если очень сильно походить по этому, можно найти. Вот, кстати, я вам сейчас покажу. Ну вот, видите, пчела есть. Вот ее недавно выкинули. Да нет, это старушка, это не это. Это старая пчела. Это просто старушка. Это не это. Ну, короче, есть. Не так. Вот у меня были года, да, когда было прям, ну, дофига. Вот просто выходишь, да, и ползали там бескрылки, короче. Сейчас нет. Вот сейчас сходишь, ну, бескрылку очень тяжело найти. Вот. Но иногда, иногда, очень редко. Я уже при отборе сейчас, вот я пасеку уже, можно сказать, почти всю прокачал. Разнотравия. И вот при отборе меда иногда я стал встречать. Редко-редко я увидел несколько бескрылок. Короче, за все, может, штук пять увидел я. То есть при всем отборе, может, штук пять бескрылок я увидел. Ну, это, ну, понятно, что клещ есть. Но не может его не быть. Понятно, что он есть. Я в этом году вообще не обрабатывал. Чтобы вы понимали, я в прошлом году провел, сколько там, четыре обработки маслом полонетаврической. По одной обработке в месяц. Я пришел к тому, что вообще одной обработки в месяц достаточно. Вполне, короче, хватило. Вот одна обработка в месяц с маслом полонетаврической. Это, короче, вот при отборе меда. Вот я когда отберу крайний уже мед, я сокращу их. Просто сейчас проводить обработки, ну, не имеет смысла. Ну, как бы и нет такой заключенности критической. Ну, нет смысла. А уже когда я сокращу семью уже до двух корпусов, ну, мед этот откачаю, короче, как будет делаться. В общем, вот этот вот, смотрите, вот сейчас разнотрав я забираю. Все, его нет. Останется, короче, вот именно. Вот, сейчас покажу. Челки не очень довольны. Жарко. 35 тени. Ну, в принципе, я же говорю, что позволяют они без дымаря отбирать мед. Вполне. Ну, а если уже лезешь туда в гнездо, то надо дымарик запалить. Так, чисто пчелок согнать, вот, чтобы они, видите, они не то, что там... Это они вот так немножко, видите, могут там мешать под руки лезть, как бы. Ну, по сафоре покажу. Вот, чтобы вы понимали, что сафора есть у лезть. Вот. Вот на каждой семье, короче, есть по корпусу уже стопроцентного, а нижний он подливает. В общем. Ну, я думаю, до 20 августа еще что-то туда натаскают вниз. В итоге, может, я думаю, все-таки там по два корпуса что-то нашкребен, короче. Сафоры с колючками, это неплохо. Этого меда практически мало кто качает. У нас в Крыму, поэтому... Это будет очень-очень неплохо. Если по два корпуса принесут, это будет очень-очень даже неплохо. Ну, по два магазина, я имею ввиду. Северокрымская Улья. А... Разнотравия, короче, вышло по два магазина. Вот такого разнотравия, вот, по два магазина вышло. Короче, по разнотравии в этом году, по сравнению с прошлым годом, 50%. То есть, от прошлого года. В прошлом году четыре корпуса разнотравия я взял. Семьи. В этом году два корпуса разнотравия семьи. То есть, на два корпуса уже недобор. Ну и что, у меня здесь семья-рекордсменка. Она, в принципе, как начала рекордсменкой, так она рекордсменка и есть. Жена с работы пришла. Короче, семья-рекордсменка, если она сильно просела, вот, но она принесла, короче, уже получается восемь корпусов. Ну, там уже, короче, она и сапорой залилась. Ну, она уже просела довольно-таки сильно. Но при этом у нее, короче, есть расплода. Расплод семь рамок, именно от бруска до бруска северокрымского улья. Это нормально для этого времени. То есть, там перга немножко, там немножко мед есть внизу, вот, и семь рамок, короче, из девяти, семь рамок расплод. Хороший такой, плотненький, то есть, это, ну, нормально, то есть, она пойдет в зиму, хорошая семья. Здесь молодая матка сменилась, в общем, она восемь корпусов принесла меда. Вот, товарного, короче, восемь корпусов принесла рекордсменка в этом году. Ну, вот сейчас она уже добьет, там уже пчел, как бы, ну, тут и видно тоже по этому, по литку, то есть, я же и сократил тут. Ну, то есть, они такие, именно упоротые в мед. Вот, ну, вот, получается рекорд этого года. Очень засушливый сезон, восемь корпусов. Рекордсменка максимум удалось взять. Ну, как для такого сезона, считаю, очень-очень даже неплохо, грех жаловаться. Вот, ну, короче, по сапоре, я думаю, мы должны, ну, не знаю, прошли дождики, прошли хорошие дождики. Да, сейчас опять уже все высохло пару дней, жары блины, все, моментально все высыхает. Вот, ну, растения попили, что-то будет еще цвести, короче, сапора будет что-то давать по-любому. Ну, потихонечку дает она. Сапорка будет давать потихонечку еще колючки, что-то будет деребанить. Ну, потихоньку-полегоньку, я думаю, короче, эти корпуса еще подольют. То, я в разрез дал. Потом мы учим это все полностью отберется, скачается в ноль. И здесь будут формироваться, ну, светло-коричневую буду выбирать сушь. Светло-коричневую сюда формировать. И все же, как бы, кому не хватит светло-коричневой суши. Ну, вот, темная будет себя выбраковываться, а светло-коричневая, это... Ну, вот здесь, в частности, надо будет смотреть. Ну, это, я думаю, здесь будет светло-коричневая сушка. Здесь будет светло-коричневая сушка, поэтому... Такие вот корпуса потом будут формироваться. А, нет, это светло-коричневая сушка. Это просто печатка мокрая в семье. Это уже не чистый, у меня же бакфаст тут есть, скажем... Есть такой почище, есть помешные, разные, короче, есть у меня тут разные линии. Не от одной линии все пчелы на пасеке, поэтому... Разные есть немножко, есть белая печатка, есть мокрая печатка, но не суть важна. На цену меда в итоге потом это не влияет никак. Вот, ну что, вам покажу. Вот это вот, короче, сейчас вот этот отбираем, корпус. Ну, я сейчас вниз, я полезу вниз. Лезу вниз для чего? Смотрю, сколько рамок расплода сейчас на данном этапе. Чтобы понимать, как бы, какая... Если уже зависит от того, если сейчас 6-7 рамок расплода, то есть это норма. Если меньше, значит, это проблемы. Ну, пока, слава богу, меньше не было. 6-7 рамок расплода внизу, это норма для этого времени. То есть, значит, семья нормальная, она не просядет сильно. То есть, ну, будет нормально все. То есть, значит, все хорошо в семье. Там 6-7 рамок расплода есть. Ну, рамочек северокрымского улья. Ну, вот это будет крайний, короче, крайний. По разнотравью я имею в виду, именно и все. Вот мы сейчас добираем, откачиваем разнотравья. И, короче, ну, все. По разнотравью сезон 2024 закончен будет. Откачан. Останется сафору потом скачать. Уже числа с 20 августа. Прокачаем мы сафорку. И уже, короче, дымарик запалю, потому что все-таки жарко. Они, вот видите, вот, ну, их надо просто отсюда убрать, чтобы меньше потом струшивать. Дымком их раз-раз, они уйдут. Потому что вот под руки лезут. Где-то придавил, жалил, а там начинается. О, тут вообще как раз по красоте. Все, ну, и там вот внизу, не знаю, видно будет. Вот, смотрите, что-то показывать не буду. Это сафора внизу уже. Там внизу это под сафор. Ну, то есть, откуда я знаю, что это сафора? То есть, потому что корпуса подставлялись тогда, когда, ну, по определенному взятку, понимаете. За цивилоразнотравье ставились эти корпуса там. То есть, пасека небольшая. Я вполне себе знаю, контролирую, какие это. Ну, и плюс-минус, оно, оно как-то, ну, в основном плавно-ровно идет. Просто там есть вот, вот эта семья есть, которая, как бы, она самой меньше меда принесла. Вот эта вот семья. Хотя, вроде, она, не сказать, что слабая была. Это, ну, короче, какая-то она не такая. Ну, я там матку сменил. Матка сменится. Здесь матку тоже сменил, здесь матку сменил. Ну, в смысле, ну, убрал вообще вот эту линию, вот эти три сестры, я их убрал. Спасики. Там уже пчелы последние доживают. Вот эти, которые полируют. И все, они отходят. И уже там будут уже другие пчелы. Ну, вот такого плана уже будут, короче. Типа такого плана уже будут. Пчелки уже. Те более серые. Вот эти такие более серые. А вот эти уже такие, они идут. Ну, они с поясками такие, они как светло. Сейчас покажу. Такие вот с оранжевыми поясками, короче. Рыжики такие, рыжики. Вот рыжики, короче. Мне больше понравились. Больше мне зашли рыжики. Ладно, давайте уже сниму, покажу, что там внизу по сапоре. Снял. Корпуса тяжелые. Очень хорошо залиты. Такие прям битком, битком, плотняком. Вот такой корпус битком залитый, хорошо запечатанный. 10 килограмм меда товарно. А тут по сапоре. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что тут у нас по сапорке. Ну, и там внизу на подливочку стоит еще. Там тоже есть, короче, мед. Здесь в нижнем корпусе. Ну, туда мы пока не лезем. Это чисто на подливку. У нас. Вот. Склеена. Тут. Подпросили, видите, уже как бы. Надо немножко это. Вот так вот сапорки здесь. Ну, и там внизу. Он даже немножко дует, вижу. То есть, есть там мед. Ну, видите, там он как бы. Надо сбить, короче. Один корпус убрать, и тогда будет плотничком. Челки будут сидеть, хорошо будет. Апсидочка будет хорошая. Будет хорошо подливать, печатать. Ну, в общем, все идет чисто по плану. Все именно опираясь на многолетний опыт. Я уже знаю, какие здесь взятки, когда чего ждать. Ну, за 15 лет-то уже изучил. Ну, знаю, когда чего ждать. Плюс-минус оно. Ну, все как бы одно и то же. То есть, единственное в этом году. Акация как бы с майским разнотравием, с майским, короче, поменялись местами. Вот. То есть, акация зацвела раньше положенного срока. И потом уже сначала взяли акацию, но потом разнотравием. Ну, майский потом мед брали. Вот. Обычно это наоборот. У меня майский сначала, а потом акация. Вот так как-то. Короче, видите, да? Мед есть. Он не может не есть. То есть, мед есть. Все нормально, короче. Грех жаловаться. По меду. Да, сезон, говорю. Ну, меньше, конечно, будет меда, чем в прошлом году. Ну, не все коту-масленица, как говорится. То, что взяли, и на том спасибо. 50 плюс килограмм семьи, короче, мы взяли. Потому что даже взять любую из этих семей, они принесли по магазину полному акации. Хорошей такой, чистенькой. Принесли по два магазина майского меда, так называемого. Там была и акация, и глядичья, и разнотравья майский-майский мед. Микс, короче. По два корпуса принесли. Это уже три корпуса. Вот. И по два корпуса разнотравья. Это уже пять корпусов. Это уже полтинничек. И еще принесутся форки, короче. Вот так вот. Короче, 50 плюс килограмм своей семейки мы возьмем для стационара, для слабых взятков. Это будет, считайте, акация, май, разнотравья и сафоры. Четыре сорта меда. Вот. Очень сухой, засушливый сезон. Который, как бы, ну, маломедный. Прогнозировался, который вообще будет очень-очень плохой маломедный. Я считаю, что это неплохой результат. Уже предварительно можно. Можно уже предварительно, короче. Ну, это я минимум, говорю, полтинник. Потому что, сами понимаете, что больше полтинника получается. Как ни крути. Один корпус такой полностью запечатанный. Вот такой вот раздутый запечатанный корпус меда. Это 10 килограмм. А мы в основном вот такие-то и забираем. В основном вот такие вот раздутые, полностью печатные, тяжелые. В основном в этом году я и забираю. 90 процентов, короче. Магазинов именно вот такие, плотно. Ну, практически до 100 процентов печатка, практически. Вот. Поэтому. Как-то так, короче. Все, ладно. И так расстанул ролик. Ну, поделился. Чем хотел. Вот, смотрите, все открыто. Никто воровства нет, видите. Ну, сами понимаете, что когда воровство идет, так вот открытым не постоит мед. То есть, воровства нет. Ну, и визяток тоже слабый. То есть, визяток идет. Ну, стандартный, короче. Для этого времени вода. А же все подсохло, все под это. Сафорка. Колючки дают по утрам, по вечерам. Все. Днем пчелы практически без... Ну, не летают. Они сидят в ульях, занимаются своими там ульевыми, короче, работами. Ну, плюс еще есть в том, что нектар идет густой. И практически весь принос, который идет... Сейчас пчелы даже почти сильно не гудят, так не вентилируют. То есть, практически весь... Уже он приходит настолько густой нектар, что его даже практически уже и выпаривать не надо. Там немножко пчелки его допаривают. И все, короче. А я сейчас покажу вам, кого они забили. Вот, видите, кого они забили. Осу они забили. Ну, пострадала одна пчела. Оса ее зажарила. Она дергается. В общем, оса... Один-один, короче. Правда, оса была одна. А пчел была толпа. Ну, все, оса, видите. Все, они ее приговорили. Кстати, оса на шершне похожа. Какого-то мелкого. Ну, да. Сейчас покажу вам. Реально, как шершень, только мелкий. Какой-то мелкий шершень. Чисто необычная оса, именно шершень, поняли? Только мелкий. Какой-то южный, наверное. Мелкий шершень. Всем пока.